Черное золото по золотой цене. За несколько месяцев стоимость бензина значительно возросла. Изменения вызвали протест у горожан. В Магнитогорске у первой палатки прошел митинг. Одни предложили бы котировать заправки, другие посоветовали пересесть на общественный транспорт. С подробностями Иван Маслов. По Магнитогорским дорогам колесят более 200 тысяч автомобилей. Каждый требует заправки хотя бы раз в неделю. Алексей Меньшенин за рулем с 18 лет. Мужчина отмечает ранее таких цен на топливо не видел никогда. В месяц тысячи четыре уходит у меня на бензин. Мой стаж вождения сейчас самый высокий цен. По сведениям антимонопольной службы в областной столице с апреля по июнь 92-й бензин подорожал на 3 рубля, 95-й на 4. Дизель медленно стремится к отметке 45 рублей за литр. По данным горячей линии Общероссийского народного фронта, только на прошлой неделе бензин подорожал на 60 копеек. Причем водители отмечают, в Челябинске топливо дешевле, чем в районах области. Различие в ценах от одного до двух рублей. Экономисты говорят, цены на топливо потянула вверх стоимость барреля нефти. Также повлияло падение курса рубля. Впрочем, больше цифры на табло городских заправок зависят от государственных сборов. И здесь прогноз экспертов неутешительный. На нефть приходится порядка 10% на переработку тоже 10%, транспортировка, оптовые, розничные надбавки около 15-20%, а вот 60-65% это львиная доля приходится как раз-таки на налоговые сборы. НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых, акцизы, ну и сюда еще небезызвестный вам налог НДС. Причем, скажем так, вызывает опасения, что наше правительство планирует повысить НДС с 18 до 20%, что тоже в принципе может спрогнозировать и в дальнейшем рост цен на бензин. Эксперт считает, что меры правительства пока мало влияют на заправки до розничных сетей, эффект от заморозки акцизов еще не дошел. Тем временем у людей терпение сходит на нет. На днях в городе состоялся митинг против повышения цен на топливо. Он прошел у первой палатки. У каждого из собравшихся свой повод негодовать. Светлана Койнова пришла на мероприятие не одна, у нее в семье два человека с инвалидностью. Женщина уверена, из-за бензина подорожали и медикаменты. Повысилась стоимость перевозки и, соответственно, это же не только на бензин. Но на лекарства повысилось. Повысилось на продукты, питание, что тоже сказывается на семейном бюджете. Потому что, коли есть в семье инвалиды, то нужно питание особенное им. Еще месяца 3-4 назад мы какие-то лекарства брали за 200, за 300 рублей, за 500 рублей. То эти препараты уже стоят 700-800 рублей. Собравшиеся обсудили несколько вариантов выхода из ситуации. Завалить контролирующий орган с жалобами, попросить о помощи главу города и даже объявить бойкот одной из крупных сетей заправочных станций. Или же пересесть на общественный транспорт. Прежде всего на трамвае. Им бензин нужен меньше всего. Иван Мастов, Александр Маргунов, информационная служба Медиагруппы Знак.